Всем добрый день. Давайте сразу представлюсь. Меня зовут Олег. Я занимаюсь обеспечением качества в компании Tracker уже на протяжении двух лет. Занимаюсь как автоматизированным, так и нагрузочным тестированием. Все в G-метре. В свободное время увлекаюсь настольными играми, особенно шахматами. О чем мы с вами сегодня поговорим? Во-первых, мы обоснуем, почему G-метр – это актуальный выбор для функционального тестирования, какие у него есть аналоги, посмотрим, и почему G-метр в каких-то моментах может быть даже лучше, чем аналоги. И научимся извлекать из него информативный отчет в формате Allure. И давайте для начала поговорим о том, что такое G-метр. G-метр, либо G-метр – это написанный на Java инструмент, универсальный, очень модульный, который используется как для функциональных, так и для нагрузочных тестов. У него есть ряд преимуществ, благодаря которым его очень удобно использовать. Особо отметим открытый исходный код, понятный интерфейс, у него достаточно низкий порог входа, высокую расширяемость, модульность и возможность писать в нем скриптовые тесты на как минимум трех языках. Это Java, это Groovy и JavaScript. Изначально G-метр разрабатывался как инструмент нагрузочного тестирования, но за время своего существования он оброс таким количеством плагинов, что на сегодняшний день он совершенно спокойно решает подавляющее большинство задач функционального тестирования. Более того, в комьюнити разрабатываются некоторые плагины, которые заточены более под функциональное тестирование, нежели под нагрузочное. Давайте посмотрим на примеры таких плагинов. Отдельно мы на них сейчас останавливаться не будем. Если кому-то будет интересно, потом впоследствии после доклада я смогу рассказать и объяснить, почему они подходят больше для данного вида тестирования. Кому подойдет решение использовать G-метр для функциональных тестов? То есть какая целевая аудитория у этого решения? В первую очередь это стартапы и небольшие компании. Почему? У G-метра достаточно низкий порог входа. Если у компании нет большого капитала, скажем так, на развитие отдела QA, либо нет возможности тратить какие-то средства дополнительные на инструменты, которые будут использоваться в тестировании. G-метр это очень удобный инструмент, так как он бесплатный, с открытым исходным кодом, у него низкий порог входа и есть какой-то функционал на перспективу, особенно когда компания развивается. Очень удобно, когда есть возможность впоследствии перейти, например, с функциональных тестов с его использованием на нагрузочный. Далее, следующая категория компаний, к которым это решение может подойти, это высоко нагруженные системы, такие как Social Media Tech и FinTech. Здесь подробно останавливаться не будем. Речь идет о том, что в таких компаниях зачастую есть несколько отделов тестирования, то есть несколько команд, какие-то разбиты на функциональное тестирование и отдельно есть команда нагрузочного. Если весь тестовый контур выстроен в пределах одного инструмента, используются одни и те же плагины, одни и те же сэмплеры, то компоненты одних тестов можно взаимозаменять компонентами других. Точно так же с тестировщиками, то есть это взаимозаменяемость внутри команд. Ну и любым backend сервисам, то есть у которых нет графического интерфейса, такое решение тоже будет очень удобно подходить. Но есть одно но. Тестирование, как мы знаем, это только половина дела и не менее важно получать информативный отчет по результатам этого тестирования. И, к сожалению, стандартный отчет G-Meter выглядит примерно следующим образом. G-Meter как инструмент не понимает, что такое тест-кейс, он понимает, что такое транзакция, иначе говоря, запрос. И его внутренних возможностей не хватает, чтобы определиться с понятием тест-кейс и что должно в него включаться. Еще его стандартный отчет может выглядеть следующим образом, это CSV-выдержка, а хочется, чтобы он выглядел так. И давайте разберемся, почему так. Что вообще такое Allure Report? Это один из самых популярных и гибких, легких форматов, в котором можно получать отчет о результатах тестирования. Он очень хорошо расширяется, очень хорошо поддерживается, есть системы хранения тестов на его основе, тот же Allure TestOps. И он легко интегрируется практически с любыми CI-CD-системами, языками программирования и фреймворками. Из таких вводных приходит понимание, что в этой связке что-то не работает. Нам нужно либо менять инструмент, так как G-Meter не понимает, что такое тест-кейс, либо отказываться от отчета в формате Allure. И кажется, пришло время изучить рынок. Здесь проведена таблица, на которой я проанализировал некоторые популярные решения по нескольким категориям, по которым мы можем выбирать инструмент для функционального тестирования. Останавливаться на каждой ячейке мы не будем. Давайте отдельно отметим Postman, потому как у него есть несколько спорных моментов. Перед докладом я советовался с опытным человеком, который постоянно работает в Postman, я в нем работал сам. И до недавнего времени я считал, что у него нет интеграции с базами данных напрямую. Но она есть. Но реализуется это крайне сложно, поэтому сказать, что это однозначный плюс Postman я не могу. Что касается информативного отчета формата Allure Report. Есть такая консольная утилита, как Newman. Те, кто из вас работают с Postman, знают о ней, возможно, использовали. Тем более, что для запуска CICD-систем Newman – это незаменимое решение. И есть плагин для Newman, который позволяет получать формат отчетов Allure Report. Но почему желтым светом? Почему оно выделено желтым? Есть несколько но. Такие отчеты работают, их можно настраивать, но кастомно в этих отчетах настраиваются исключительно лейблы. То есть метаданные теста настроить нельзя. То есть это параметризация, но все-таки не в полном объеме, не в том, в котором бы хотелось. И далеко не все возможности, которые предоставляет даже стандартный Allure Report, можно покрыть при помощи этого плагина для Newman. Почему Ready, API и Microfocus выделены черным цветом? На данный момент на территории Российской Федерации они недоступны. Поэтому выделены отдельно черным. И давайте выберем среди этих инструментов те, которые по заданным критериям могут подойти нам больше всего. Это Postman, G-Meter, либо Catalon Platform. И давайте сравним их более предметно. Давайте для начала сведем между собой Postman и G-Meter. Как видны слайды, у Postman более универсальный механизм импорта-экспорта. Он более приспособлен для работы командой. То есть несколько человек могут работать в одном окружении. У него более дружественный интерфейс, более удобная параметризация за счет этого для точечного запроса. И при этом обновлять данное предложение гораздо удобнее. Если кто-то вдруг не знает, G-Meter обновляется просто скачиванием новой сборки G-Meter. Отдельно его обновить нельзя. Но что есть у G-Meter? У него гораздо больше возможностей для настройки окружения используемого. Гораздо более широкий функционал с точки зрения работы как с API, так и с базами данных. И больше возможностей для работы с кодом. В Postman есть так называемый Postman скрипт на JavaScript по сути. А в G-Meter это сразу три возможных языка, с которыми можно работать, не считая беншелл, сэмплеров и всего остального. И что еще немаловажно, у Postman нет прямой возможности взаимодействовать с файловой системой, с которой вы работаете. Это регламентированная компания и никоим образом не настраивается изнутри. В то же время при помощи G-Meter можно реализовывать достаточно сложные и специфические кейсы. Они будут прекрасно работать. Это я проверял на собственном опыте. Прямое сравнение показывает, что если мы хотим удобный инструмент, которым можно пользоваться здесь и сейчас, если мы хотим работать командой, то возможно удобнее Postman. Но если мы говорим о перспективах, если мы говорим о наличии большого функционала, широкого, под самые разные задачи, гораздо универсальнее и удобнее с точки зрения настройки и параметризации будет G-Meter. Также не будем забывать, что no-code мы поставили Postman условно, потому что даже чтобы писать какие-то минимальные assertions, то есть проверки соответствия, нужно писать код в Postman. Мы не без этого никак. Соответственно, в G-Meter это все реализовано гораздо проще и удобнее, если мы говорим о ситуации, когда нам необходимо выстроить автотестирование в команде, которая к этому не приспособлена, которая не умеет писать код. G-Meter, как инструмент, имеет куда более низкий порог входа, чтобы быстро настроить эту инфраструктуру. Давайте поговорим про каталон платформ отдельно. Перед докладом я брал Trial в этом инструменте. Я им пользовался в течение недели, и что я могу о нем сказать? У него действительно более удобный механизм параметризации, есть несколько популярных форматов импорта и экспорта, их на самом деле там достаточно много. Есть интегрированный искусственный интеллект, ну опять же на базе компании OpenAI, на территории Российской Федерации там пока что не зарегистрироваться, но это тоже мелочи. Есть возможность для удобного тестирования пользовательского интерфейса и подсказки при написании скриптов. Но помимо всего этого есть минусы. Чуть ли не сразу, когда я запустил эту программу, она встретила меня вот следующим интерфейсом. И на мой взгляд он достаточно таки перегруженный. Я не могу однозначно сказать, что мне это напоминает, но кажется, есть очевидное сходство с чем-то столь же сложным. Также low-code мы поставили эту инструменту условно, потому как чтобы в нем писать что-то действительно параметризованное, что-то состоящее из целого сценария, в котором у нас есть какие-то запросы, из которых мы забираем информацию, перекидываем их в другие запросы, нам придется писать код гораздо больше, чем мы бы этого хотели. То есть low-code – это очень условно, и для большинства задач, для широкого круга задач автоматизации это не подходит. Ну и, как указано на слайде, некоторые простые задачи, которые я пытался решать, с ними мне не мог помочь даже чат GPT. Давайте пойдем дальше. Не хочется видеть в инструменте, с которого будет начинаться автоматизация, что-то вот такое сложное. Хочется, чтобы было больше простоты, гибкости, чтобы был весь функционал, который нам необходим здесь и сейчас, и был какой-то функционал на перспективу. И при этом, чтобы был хороший отчет о результатах этого тестирования. И в G-Meter есть все, кроме отчетов. Вот отчетов в G-Meter не хватает. И давайте на основе этого попробуем разобраться, какие у нас есть варианты, чтобы решить вопрос между интеграцией G-Meter и Allure Report. Если мы будем искать информацию на данную тему, то мы можем найти несколько потенциальных решений. Первое, которое нам сразу же предложит браузер, это использовать такой плагин для G-Meter, как Taurus, с форматом G-Unit XML Report. Но если мы разберемся в этом решении, если мы посмотрим на него чуть подробнее, то при самом простом рассмотрении станет понятно, что это не параметризация. Это будут все те же отдельные транзакции, то есть запросы. Такое решение может подойти только в том случае, если вы хотите видеть отчет о нагрузочном тестировании, но в формате Allure Report. Так как знать, что такое тест-кейс, вы по-прежнему не будете. Это решение нам не подходит. Второе решение, которое сразу приходит на ум, это бросить эту затею, но не сегодня. И третье, самое рабочее на сегодняшний день решение предложила компания Точка. У них есть так называемый Groovy Reporter. На слайде есть QR-код, по которому можно перейти, чтобы ознакомиться с этим решением этой репозитории банка Точки. И какие у него есть плюсы и минусы. Самый главный неотъемлемый плюс в том, что это решение работает. То есть это реальный способ получить из G-Meter такой формат, как тест-кейсы. То есть они будут записаны в файлы формата JSON, к ним можно прикладывать тело запроса и ответа, и все это будет красиво выводиться в формате Allure Report. Более того, это решение даже можно настроить в ICD. Да, как тут указано, оно поддерживает большинство параметров, и у него достаточно понятный и простой механизм указания метаданных наших кейсов. Они указываются через указание параметров теста. Но у этого решения есть несколько существенных минусов, по которым на старте его бы использовать тоже не хотелось. Это достаточно сложный процесс настройки, актуализации и чтения сценария. Речь идет о том, что это не встроенное решение, как указано далее, то есть это не плагин, это отдельный исполняемый файл, и работа с данным репортером происходит следующим образом. Мы указываем данный файл в нашем сценарии G-Meter. Выглядит это в формате вывода результатов отчета G-Meter в данный файл исполняемый, который будет его обрабатывать и на основе него создавать нам файл результатов. То есть это решение, которое будет принимать информацию от G-Meter за его пределами, по сути. Какие у этого минусы? Главный неотъемлемый минус в том, что используется идеология состояния. То есть на каждом шаге нам необходимо будет указывать, где мы сейчас находимся. В начале тест-кейса, где-то в его середине или в конце этого кейса. Соответственно, при любом изменении API, при любом изменении endpoints, либо количестве шагов, добавлении новых шагов, нам придется искать, где у нас тест-кейс начинается, где он заканчивается, и смотреть, чтобы мы не забыли ни в одном шаге поменять состояние, которое у нас указано. Соответственно, если в конце добавляется шаг, нам нужно менять целых два шага. Из найденных на рынке пока что это лучшие решения, действительно лучшие. И все-таки хочется, чтобы было больше прозрачности, вариативности и простоты настройки. И сегодня мы их добьемся, потому как сегодня я хочу представить свой вариант решения. Это плагин Allure Test Controller. Давайте посмотрим, как его установить, где его взять. Мы с вами обсудим чуть позже. Для установки достаточно просто скачать jar-файл из архива, который я приложу позже, и добавить его в директорию lipa.xt. Все. На этом этапе вы запускаете вашу сборку джиметра, и у вас появляется новый тестовый элемент, который называется Allure Test Controller. Давайте взглянем на его интерфейс. И на первый взгляд здесь достаточно много полей. Действительно много, это разные параметры теста, но хотите знать, сколько из них обязательных. Два. То есть для минимальной настройки вы просто указываете название теста, указываете путь к папке с результатами, и все. На этом этапе вы можете наполнять ваш контроллер сэмплерами. Сэмплеры, если кто-то не знаком с джиметром, это запросы зачастую, то есть каждый отдельный сэмплер – это запрос. А контроллер – это контейнер. То есть вы в контейнер добавляете какое-то количество шагов и получаете тест-кейс. Все достаточно просто. При помощи него можно получать вот такого формата отчета. Это у нас детализация общая. Вот так будет выглядеть карточка вашего отчета. То есть ничем не отличается от тех библиотек, которые мы используем в языках программирования. Вот это уже, соответственно, в такой системе, как TestOps, тоже мы ее поддерживаем. Так, и что у нас по поводу проверок? Плагин поддерживает вывод результатов проверок и утверждений для каждого шага теста. Соответственно, у нас могут быть указаны осершины как тестовый элемент внутри шага. Вот они у нас здесь перечислены. И в отчете это будет выглядеть следующим образом. То есть у нас в шаг добавляется sub-step с указанными параметрами. Соответственно, они все передаются, они все обрабатываются и выглядят следующим образом. И здесь возникает вопрос. Плагин – это контроллер. У контроллера можно указать только атрибуты контроллера. Но как тогда указать дополнительные атрибуты шага этого теста? Для этого тоже есть решение. Это реализуется благодаря такому элементу, как response-assertion. То есть мы переопределяем проверку соответствия и делаем из нее функцию. То есть указываем какой-то дополнительный функционал. Мы указываем flag parameters и передаем какие-то параметры. Что это будет? Это будут параметры шага теста. И на этом этапе люди, которые знакомы с G-метром, могут спросить, что это за F. F – это специальное обозначение. Зачем оно нужно? Если мы указываем в начале название нашего assertion F, плагин будет автоматически понимать, что это не проверка соответствия, а указание каких-то дополнительных метаданных для нашего теста. Соответственно, мы написали F в скобочках, далее указали, что мы хотим добавить к нашему шагу, и перечислили все, что мы добавляем. Соответственно, для параметров у нас это будет выглядеть следующим образом. Давайте приблизим. Мы видим, что у нас есть шаг, который называется авторизация. В нем указаны три параметра. Mail, Password и Token, которые я передавал в нем. Обратите внимание, в sub-steps этого шага у нас этого assertion нет. Он не воспринимается как проверка соответствия, а как метаданные. И проблему с вложениями в шаг теста можно решить следующим образом. Если нужно какое-то дополнительное вложение, мы его указываем, и после этого в отчете мы видим его в таком виде. Может потребоваться указать предусловие, либо же постусловие нашего теста. Реализуется это точно так же следующим образом. У нас есть такие флаги, как before и after для предусловий и постусловий соответственно. Мы их вписываем, указываем их в шагах, которые нам нужны. И после этого у нас структура выполнения нашего теста будет разделена на setup, то есть предусловие, потом тело теста и tear down, то есть постусловие. Также есть возможность указывать не просто failed в случае, если какая-то проверка у нас провалилась, но и указать кастомный статус для конкретной проверки. То есть я хочу, чтобы если у меня проваливается определенная проверка, то шаг теста присваивался не failed, то есть не провален, а, например, сломан. Вариантов этого использования, вариантов использования этой функции достаточно много, минимальное, например, как вот у нас на проекте происходит. У нас реализованы как раз автотест с использованием G-meter, и в том случае, если меняется API, меняется, например, какое-то количество параметров, передаваемых в пост-запрос, я получаю ошибку 422. Я хочу, чтобы каждый раз, когда падала ошибка 422, мой тест помечался как broken, то есть это означает, что мне нужно доделать этот тест. Я в самом начале тестового сценария указываю, что у меня при наличии ошибки 422 тест будет падать как broken. И, как вариант, я могу видеть вот такой пример вывода в отчете. Соответственно, обратите внимание, у нас первая проверка придавала шаг unknown, то есть неизвестный статус, но эта проверка выполнена успешно, а выполненные успешно проверки никак на статус теста не влияют. Соответственно, первая провалившаяся проверка у нас имеет статус broken, поэтому весь тест считается сломанным. И помимо работы с консольной утилитой, как я уже говорил, добавлена поддержка такой системы хранения тестов, как testops. И в ней есть некоторые удобные функции, которые мы тоже поддержали. Например, это указание ID теста, то есть связь между тестом, который у нас используется в G-метре, и тестом, который у нас есть в системе хранения. Как это реализуется? Есть сразу два способа, как это сделать. Во-первых, мы можем в названии теста, в самом начале, в квадратных скобках указать этот самый ID, по которому будет происходить маппинг с тестом, указанным в системе. Второй вариант. Это у нас есть такое поле, как extra labels, если кто-то успел дочитать на слайде, где я показывал поля. В него можно указывать любые дополнительные атрибуты, которые у нас есть. Соответственно, указание ID реализуется через такой параметр, как allure ID, который автоматически поддерживает стмс. Выглядит это следующим образом. Когда вы увидите отчет в системе хранения, вы можете увидеть, что у вас перед названием теста будет указываться ссылочка на связанный тест-кейс. Вы на него нажимаете, спокойно переходите в связанный тест. Также testops у нас может поддерживать несколько таких лейблов, например, как epic, feature story, но в интерфейсе плагина они в единственном экземпляре. И как же в этой ситуации быть? На самом деле здесь все решается точно таким же образом. У нас есть поле extra labels и нужно вам, чтобы было два epic. А пожалуйста, укажите два, три epic, а сколько угодно. Они все будут поддерживаться. И также это поле служит для указания совершенно любых дополнительных атрибутов. И для этого важно, чтобы они либо поддерживались стандартным средством генерации, то есть, например, как хост, он поддерживается у нас по дефолту, либо можем указать любые дополнительные параметры, которые настраиваются на стороне TMS. Если кто-то работал в testops, кто-то настраивал дополнительные параметры, слави, он знает, как это работает. Также плагин у нас сохраняет результаты последнего прогона по результатам прогона в Gmeter. И что он делает с этими результатами? Он их хранит как историю. То есть, он может знать о том, как в последний раз завершился тест, знать, какой был history ID у нашего теста, чтобы потом их мапить. Соответственно, что мы видим на слайде? Мы видим четыре прогона одного и того же теста, но в отчет попал только актуальный, только последний. Все остальные мы можем найти на вкладочке retrace и посмотреть, как у нас происходила динамика работы с этим тестом. То есть, в какие моменты у нас тест падал, в какие нет. Соответственно, здесь автоматически присваивается такое состояние, как флаги. То есть, нестабильный, если какие-то из прогонов падали. Также в плагин добавлена функция селективного запуска. Что это такое? Очень легко настраивается такая функция, которую можно настроить как через ручной запуск, так и через CICD, просто через консольный запуск Gmeter. Можно настроить селективный раннер. Соответственно, как это работает? После первого прогона вы можете указать дополнительное свойство. Оно называется Allure Trifolumn. Вы его указываете в параметрах Gmeter. И после этого, при следующем запуске вашего тестового прогона, все тест-кейсы, которые у вас завершились успешно в предыдущий раз, будут просто пропущены. Времени на них тратиться не будет, в отчет они не попадают. И вы просто перезапускаете все упавшие тесты. Какие есть планы у развития данного продукта? Во-первых, хочется еще дальше расширить его функционал, посмотреть, какие еще есть возможности у Allure Report, как у стандартного, так и у TestOps, посмотреть, как с ними можно работать. У TestOps, как минимум, есть механика точечного перезапуска тестов, когда мы просто указываем ID-шники тестов, которые нам необходимо перезапустить. И хочется в ней разобраться, посмотреть, как это работает, интегрировать ее в данный плагин. Также хочется опубликовать данный плагин в менеджере плагинов, чтобы его было удобно скачивать и обновлять, потому что пока что это реализуется исключительно через репозиторий. Ну и хотелось бы получить обратную связь по данному продукту и по тому, как он работает. И с последним я попрошу вас помочь мне. Скачать этот плагин можно по указанному QR-коду в моем репозитории. Там же можно изучить его исходники, там есть подробная инструкция на двух языках о том, как им пользоваться, как указывать параметры. Здесь я указал лишь некоторые его возможности, возможностей у него на самом деле гораздо больше. Ну и как и большинство плагинов, он абсолютно бесплатен, можно его просто скачать, просто воспользоваться, интегрировать свой проект в CICD куда угодно. Так, ну кто не успел, мы еще вернемся. Давайте подводить итог. Кажется, что после того, что мы сегодня здесь рассмотрели, что-то в этой таблице не совсем так. И глядя на нее, вы знаете, вывод напрашивается сам собой, он даже не нуждается в том, чтобы быть написанным. И немного история о том, как этот плагин разрабатывался. На том этапе, когда я взялся за эту работу, у меня не было абсолютно никакого опыта ни в программировании, ни в написании кода на Java, в принципе, ни в чем из этого. И как и меня, пусть вас это не останавливает. Если у вас есть какая-то идея, если у вас есть желание как-то развить комьюнити, желание повлиять на что-то, либо под вашу задачу у вас не хватает существующих инструментов, не бойтесь пробовать, ошибаться, переделывать, и рано или поздно у вас все получится. Есть статья на Hubbard, тоже ее можно здесь вот отсканировать, посмотреть, с историей, с общими выдержками о том, как происходила разработка, о том, как я взаимодействовал с командой банка. И в конце мне бы хотелось поблагодарить моего руководителя команды тестирования за то, что он позволил мне выделить время на этот проект, за то, что он привил мне такой интерес к этой идее. Хочется поблагодарить команду тестирования за то, что они тестировали данный плагин. Действительно, в ходе тестов было найдено несколько дефектов, которые были исправлены. Также хочется поблагодарить команду тестирования банка Точка, так как именно знакомство с их репортером и на последних стадиях работы над их репортером у меня появился такой интерес к этому проекту и к этой идее в целом. И отдельно хочется поблагодарить организаторов площадки, моего куратора, за очень большую помощь в подготовке с докладом. Ну и, конечно, хочется поблагодарить отдельно всех вас за внимание. Добрый день, Олег. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой, сколько у вас времени на все это ушло? И вы сказали, что ваш руководитель позволил вам заниматься этим. Пришлось ли вам доказывать руководителю или, может быть, он сам знал, что это приведет к чему-то хорошему, к полезному? То есть, как вот это все было построено? То есть, пользу оно принесет в итоге, то есть, вам пришлось это доказывать или нет? То есть, можно пойти любому из нас к своему руководителю и сказать, вот я хочу это внедрить, а он скажет, зачем? На самом деле, это очень индивидуальный вопрос. Давайте начнем сначала, сколько времени это заняло. Если говорить в общем, у меня это заняло полгода, но с перерывом. Условно, на всю разработку у меня ушло порядка двух месяцев, но мне приходилось делать перерывы в процессе. И очень большую помощь мне в этом, как ни странно, оказывал чат GPT, потому как я не знал Java абсолютно, а весь G-метр практически, за небольшим исключением на Groove, написан на Java. И такие вещи, как объектно-ориентированное программирование, и, ну скажем так, как оно реализуется, какие процессы происходят в G-метре, для меня было загадкой на том этапе. Чтобы все это узнать, мне приходилось каждый раз брать какие-то куски кода, скармливать их в чат GPT, говорить, объясни, что здесь происходит. Работало это примерно следующим образом. Потом, когда я начал понимать и разбираться в этом, стало, конечно, проще именно уже заставлять его что-то писать, редактировать его код, а порой какие-то куски делать самостоятельно. По поводу взаимоотношений с руководителем вопрос очень индивидуальный. Мой руководитель понимал, что от этого будет смысл, так как он просто видел мою вовлеченность в этот проект. На старте задача была исключительно в том, чтобы просто научиться связывать Allure и G-метр, который уже долгое время у нас использовался для функциональных тестов. И первое, на что наткнулся как раз мой руководитель, это статья банка.нахабр, где они рассказывали про свой репортер. И со знакомства с их проектом я уже самостоятельно загорелся идеей написать именно что-то свое, чтобы решить те проблемы, которые существовали в решении банка. точка. Вот. И время я выделял, естественно, не полностью. Я делал это помимо решения моих рабочих задач, но часа два, часа два, да, в течение рабочего дня у меня было на то, чтобы реализовывать этот проект. Спасибо большое. Спасибо за доклад, Олег. Меня зовут Василий, компания T1. Небольшой вопрос с подвохом, потому что у меня тоже по G-метру, завтра будет доклад. Когда делал обзор средств, которые могут производить нагрузочные тестирования, я там Postman рассматривал, совершенно упустил. Нет, это функциональное. Функциональное, да. Совершенно упустил Gatling, который хорошо интегрируется с Allure Report. Вот. Уже есть готовые плагины на GitHub, которые позволяют выгружать сразу в Allure. Просто из-за того, что изначально тестовая модель была построена на G-метри, поэтому в эту сторону копали, да, не рассматривали другие какие-то вещи. В первую очередь, да. То есть рассматривались аналоги, заточенные именно под функциональные тесты. Ну, то есть не было цели рассмотреть другие инструменты, первоначально созданные для нагрузочного тестирования. Поэтому все остальные, кроме G-метра представленные, они изначально затачивались, вернее, изначально создавались с целью закрыть потребность функционального тестирования. Поэтому вот так получилось. Понял. Спасибо. Спасибо большое, Олег. Меня зовут Вадим, Альфа-банк Беларусь. Если можно, ну, наверное, даже один из этих двух вопросов задам, второй не столь существенный. По поводу интеграции с Allure TestOps, каким образом вы туда репорты грузите? Это делается там, не знаю, сгенерили сначала отчет, потом его ручками положили в Allure, или еще дополнительно ты пилил прям вот интеграцию, чтобы G-метр прогнался, и репорт сразу же пошел в TestOps через запишку. На самом деле здесь все гораздо проще. Работает это аналогичным образом, как и библиотечки, написанные под языки программирования, под инструменты, которые используются в них. Соответственно, практически любой такой инструмент работает по принципу создания папки, в которую у нас закидываются все вот эти вот результаты тестов. То есть для интеграции с CICD вы можете использовать любой плагин Allure Report, который в нем предусмотрен, либо прокидывать результаты через Allure CTL. Там поддерживается как оплот, так и в отче. То есть вы можете как в реальном времени смотреть, как у вас выполняется, так и выгрузить по итогам работы G-метр. То есть работает абсолютно аналогичным образом, никаких сложностей с этим не будет. Окей, ну то есть у вас оно аплоудится прям автоматом во время прогона? Окей, понял, спасибо большое. Спасибо за доклад. Вопрос частично ответили. А он с какой версией нынешней поддерживается G-метра? А, с какой версией G-метра? Проверяли на 5.5, 5.6.2, 5.6.3. Минимальную версию не проверяли. Если речь о зависимостях, то все зависимости, которые включены в данный плагин, в актуальной версии G-метра полностью поддерживаются и входят в его базовый набор. Соответственно, чтобы это работало, если вы скачиваете новую чистую сборку, в которой у вас нет никаких дополнительных библиотек и зависимостей, вы просто вставляете плагин, и он сразу будет работать. Спасибо. Спасибо.